Наталья Буланова. Русалка в Мужской Академии Магии. Глава первая. Мужской Академии Магии. Встал в себя кулон, и чувства схлынули, будто волна от берега. Конечно же, как я могла забыть про договор? Теперь эта старая корга, морская ведьма, все чувствует за меня, даже бешенство, что должно колотить тело. Вместо этого одна пустота внутри, будто меня распирала, как воздушный шарик, а теперь я сдулась, выпустив весь воздух чувств. Однако это не мешало мне негодовать. Разум-то понимал, что приключилось. Нет, вы только подумайте. Магия невидимого кулона визуально делала меня мужчиной, и все так и было ровно до того момента, пока я не вошла в общественный душ. От количества голых мужчин мои щеки мгновенно стали пунцовыми, и я опустила взгляд, а там не увидела абсолютно ничего. Вот ничегошеньки. Никакого даже маломальского мужского достоинства. Пусть я и русалка, но чем отличается мужчина от женщины, знаю. Как я доберусь до артефакта, способного разбудить мать от вечного сна, если в первый же день меня раскроют за такую досадную оплошность? Вот морская склерозница! А я ей еще все свои чувства отдала на то время, что у меня человеческие ноги. «Лей, ты куда?» «Забыл кое-что на берегу!» — крикнула я на ходу, и из горла вышел приличный такой босок. Еще одно издевательство морской ведьмы. Внешне колдунья не смогла прибавить мне ни веса, ни роста, говоря, что ничего не берется из воздуха. Зато наделила таким сиплым басом, что меня в дрожь от ужаса бросает. Все, с меня довольна. Сейчас только вытащу свой хвост из-под камня на мелководье и заставлю ее выполнять договоренности как следует. Пусть приделывает, что положено, и голос сделает нормальным, чтобы меня не передергивало каждый раз от его звучания. Злость снова прошла сквозь меня и сразу же впиталась в кулон, оставляя после себя пустоту. Ничего-ничего. У меня настолько энергичная натура, что и на меня, и на ведьму злости хватит. Как бы хитрая старуха не лопнула от переизбытка давно забытых чувств. Пока я до нее доберусь, а то худо придется уже мне. Купилась на россказни ведьмы, что та настолько долго живет, что уже ничего не чувствует. А я так и фонтанирую эмоциями, что ее зависть берет. Вот я и подумала, что от меня не убудет, если отдам ей чувства на тот срок, пока не добуду артефакт. Вдруг постигну душевное равновесие и стану спокойной, словно морская гладь во время штиля. Мне не помешает. Хорошо, что после нападения в академии царил такой беспорядок, что мой забег в одном полотенце до берега прошел практически незамеченным. Что еще от стихийника взять? Услышала я ошарашенное сбоку, когда пролетело мимо кустов к лестничному спуску в море. Теперь я понимаю, почему наши предки почти всех их истребили. Двое адептов мам в темно-синих рубашках и брюках стояли в кустах. Что они там делали, я не знаю, но стук бутылок был недвусмысленным. Кажется, кто-то воспользовался шумихой из-за нападения морского чудища во время водных учений и бросился делать заначку на выходные. «Покутить излюбленные занятия адептов!» Сознанием дела всегда говорил мой старший братец Арис, который, вопреки запрету, постоянно крутился в водах около академии. Я грустно улыбнулась. Старший отдал бы многое, чтобы оказаться на моем месте. К сожалению, брат исчерпал все силы в попытках пробудить маму от вечного сна, и ему предстояло долгое восстановление резерва в глубинах Западного моря. А младший брат, Квисел, еще слишком мал, чтобы сойти за адепта. Остались еще старшие и младшие сестры. Первая Милли, заядлая домоседка, а вторая Кламис, еще не получила разрешения всплывать на поверхность, так что рискнуть оставалось только мне. «Тебе влетит от отца!» Цеплялась за кончик хвоста Милли, пытаясь остановить меня и отговорить от рискованной затеи. «Этот целитель рассказывает сказки. Еще никто не просыпался после сонной лощины. Морской целитель. Думается мне, что я просто вытрясла из него откровение о ничтожном шансе». «Принцесса Лея, то, что я скажу, не должно уйти дальше вашей семьи. На суше существует артефакт, способный пробудить королеву. Он находится у одного из наследников могущественных родов. Сильнейший маг королевства передал слабому, новорожденному древний артефакт в дар за спасение своей жизни его родителями. Вот только кто хозяин артефакта, никто точно не знает. Есть несколько возможных кандидатов, и все они сейчас учатся в мам». Тогда он замолчал на этом, пристально глядя мне в глаза, а потом шепотом добавил так, чтобы слышала только я. «Ты одна способна решиться на такое безрассудство. Но это может спасти твою мать. Но я слышала, что это мужская академия. Я озадачилась не на шутку. Как я туда попаду?» «Морская ведьма», — шепотом сказал два слова целитель и плотно сжал губы, многозначительно глядя на меня. «Нравился мне родис. Вроде мужчина серьезный, обстоятельный, но он не запирал себя в рамках условностей, смотрел на вещи шире других. Я чувствовала с ним некое родство духа. Я тоже задыхалась в заперти ограничений. Целитель точно знал, кому и что советовал. Впрочем, это не мешало мурашкам побежать по коже при упоминании черной дишии. Брррр. Я боялась ее. Боялась ровно до того момента, пока не узнала поближе. Все эти устрашающие камни в форме скелетов русалок на входе в пещеру были лишь ширмой, скрывающей уставшую от мира старушку. Жадную, как оказалось, особенно до эмоций, старушку. Она уже давно не колдовала на заказ, и я ее еле разбудила, когда приплыла. Даже ее вечные стражники, акулы, уплыли от скучной хозяйки в неизвестном направлении. «Никто ко мне не ходит уже двадцать лет. Не знаю, где эти гады», — хмуро пояснила мне тогда женщина, когда я аккуратно растолкала ее и попросила держать при себе знаменитых на все западное море бойцовых акул, так как пришла с миром. Чем больше я разговаривала с Дишей, тем больше понимала. Ведьма давно отошла от дел. Ей ничего не надо, ничего не интересно. И лишь узнав, кто я, она приободрилась и спросила. «Ты та самая принцесса? Оторвали!» Да, слухи о твоих приключениях докатились и до моей пещеры. Я немного выросла. Натягивая на губы неловкую улыбку, оправдывала я свою подростковую жажду приключений. Теперь я менее знаменита и у вас устаревшая информация. С тех пор я немного успокоилась, повзрослела и уже не готова проникать в соседнее королевство ради редких морских коньков или доставать черный жемчуг из хищного залива. А вот фиолетовые водоросли и сонные впадины ради отвода нелюбимого жениха из Северного моря еще как. Из-за этого мама и пострадала, бросившись мне на помощь в опасную глубину. Так что должна найти хозяина и спасти матушку любой ценой. Ведьма запросила мои чувства и эмоции, желая ощутить вкус жизни. И я без колебаний согласилась на ее требования взамен на кулон, превращающий в мужчину. Хиленького, но все же представителя мужского пола, благодаря чему я могу стать учеником мам. А теперь, посмотрите-ка, в меня тычут пальцем из-за кустов за спесивое поведение. Да знали бы эти звенящие бутылками адепты, чего мне все это стоит, еще б помогли. Если бы не этот малый, мы все сегодня лежали бы на дне морском. К моему удивлению, осек товарища второй парень, провожая бегущую меня взглядом. Разве что неуязвимый Арчи Рейв выжил бы. Ему всегда все ни по чем. А, Арчи. Морской бог Арчи. Это сердечный любовный приступ для любой девушки. Еле выжила. Высокий брюнет, раза в два выше и шире меня, с маской на правую половину лица. Тот самый, что чуть не подорвал мне всю миссию спасения, когда стал закручивать хвост Кроноса в узел. То-то морская ведьма забавно вскрикнула и кинулась колдовать. А то расслабилась совсем. Думала, достаточно только направить чудище на адептов, и ее миссия закончена. Два раза ха. Нужно взять на заметку этого красавчика. Неуязвимый? Это очень интересно. Вот только верну себе мужское достоинство и подружусь с возможным хозяином артефакта. Я добежала до берега и посмотрела на следы сражения. Да уж, сегодня было жарко, но только благодаря катастрофе местного масштаба я смогла так удачно вклиниться и проявить себя, чтобы попасть в академию в разгар учебного года. Повезло, что стихийники на вес рыбки лугу. Никого нет, можно нырять. Нужно быть осторожным, а то, если лишусь хвоста, потеряю возможность вернуться в море в обличии русалки. И полотенца на валуне оставить нужно так, чтобы из берега не видно было и не намокло. С помощью родной водной магии подвинула в воде валун и достала свой изумрудный блестящий чешуей хвост. Отлично, так и буду хранить дальше. Вон какой целехонький. И рыбешки не сожрут, потому что надежно спрятан под валуном, и море не унесет, и никто посторонний случайно не наткнется. Идеально. Натянула хвост, провела пальцами по ключице и подцепила цепочку кулона. Рывком содрала магическое украшение через голову, и на месте плоской мужской груди появились два полушария. Закрытые полоской алой ткани из морских нитей. Помужские короткие пепельные волосы мгновенно превратились в роскошный водопад перламутровых волос. И я с удовольствием пропустила локоны меж пальцев, наслаждаясь вернувшимся женским обликом. Наконец-то! Всего несколько часов мужчина, а уже хочу послать все напрямую через коралловый риф. Море ласково приняло в объятия, пена зашипела на коже, а человеческие ноги пропали под хвостом искрящимися изумрудами чешуек. Ох, как ж хорошо в море, как привычно. Но вернемся к нашему потерянному достоинству. В груди разгорелся пожар возмущения, потому что кулон уже не передавал мои чувства ведьме. Я зажала его в руке. Ух, и покажу я морского ежа-колдуньи, чуя, что не первый сюрприз, который меня ждет, на пути к артефакту. Точно затейница какую-то подставу в магию вплела, раз с первого дня в новом образе прокол выскочил. Наверное, эмоции поярче желает, да жизнь мне повеселей. Я осмотрелась по сторонам, убедилась, что ни одного любопытного носа вблизи не видно, и нырнула, взмахнув хвостом. Глубина радостно приняла меня, а стайки рыбок с интересом проследили, как я стрелой плыла в направлении пещер. Через полчаса я морским вихрем пронеслась мимо зевающих бойцовских акул и влетела в затворнический уголок Диши. Мы ничего не забыли наколдовать, дорогая черная ведьма? Вместо приветствия спросила я, глядя, с какой досадой та смотрит на кулон на своей шее, с каким разочарованием, будто представления не удалось. Лея, я просто забыла, что там должно быть. Прости старую женщину. Ничуть не таясь, она смеялась и говорила, говорила и смеялась. Как же это прекрасно! Давно не ощущала такой бури внутри. И ты всегда так живешь, вот с такой волной энергии и чувств. Я растерянно посмотрела на Дишию. Не знаю, что сказать. Неужели она внутри так зачерствела, что даже злость ей в радость? Я даже жалость к ней почувствовала. Ну как можно жить без чувств? Словно обезвоженная морская губка. Словно морская звезда, что засохла на солнце. И тут я впервые испугалась, вспомнив сосущую пустоту внутри, когда мои чувства передавались напрямую ведьме. Неужели мне предстоит узнать, что это такое на себе? Мама, думай о мамочке. Она должна проснуться. Пусть я даже кристаллизуюсь, как морская соль на берегу. Так давайте покажу. Я взмахнула рукой, желая изобразить образ человеческого мужчины, который показывали на уроке анатомии живых существ с поверхности. Но вышел силуэт блондина в форме Академии Мам, что смотрел будто в душу. Я тут же расплескала видение. Ой, не то. Ого! И о ком это ты сейчас думала? Уже встретила красавца. Как жалко, что кулон сейчас не на тебе. Ведьма жадно посмотрела в район моей груди, словно силой хотела натянуть на меня кулон и почувствовать эмоции. А я на секунду задумалась о том, что выдало мое подсознание. А ведь я его испугалась вначале. Этого блондина с невероятно проницательным взглядом. Эмпат. Я сразу поняла это, потому что этот парень мгновенно вычислял положение Кроноса в воде и указывал ход его эмоций, агрессию, любопытство, злость, ярость. Пойдет ли чудище в атаку серьезно или играет? Эмпат. Пойдет. Чего становилось не по себе. Этот Крит был прекрасно развит физически, будто только и делал, что занимался спортом. Может, поэтому я, не думая, воссоздала его в качестве образца? Давай еще раз. Этот одет был. Откровенно потешалась надо мной ведьма. Если хочешь, то я могу русалычей наколдовать. Очень похож за некоторыми отличиями. Так вы помните. Проговорились. Поймала дишу я. Только что вспомнила. Подмигнула мне хитрая скряга чувств. Вот только зачем тебе? Как зачем? Душу мужчин общественны. Они ходят, ничуть не стесняясь. Если я буду стыдливо прикрываться, то мгновенно привлеку внимание, и меня тут же разоблачат. Я и так подозрительно новенький. Сейчас шумиха после нападения уляжется, и все примутся за новые развлечения. Допрос меня. Поняла, поняла. Не дала повеселиться. Ведьма погладила кулон на шее. Но, вижу, там будет почва для другой радости. Ведьма мечтательно улыбнулась, покосилась на меня и спросила. «А ты когда-нибудь любила?» «Нет», – я покачала головой. «Ничего серьезного». «Ммм, первая любовь – это волшебно», – закатила в предвкушающем экстазе глаза Дишия. И я нервно сглотнула. Влюбиться и не осознавать только этого мне не хватало. Я вынырнула возле берега и поняла, что забыла попросить изменить мой хриплый басок на нормальный голос молодого парня. Память дырявая. Совсем заболтала меня эта Дишия. Еще кричала мне вслед. «Кулон не потеряй!» «Девай как можно быстрее!» Вот жадины эмоциональные. Вкусила чуток и присосалась хуже пиявки. «Ничего, ничего. Сейчас быстренько добуду артефакт и верну свои чувства. По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Лея!» Пробежала звуковая волна по Западному морю, и я, что есть мочи, устремилась к берегу, сопротивляясь силе призыва. «Отец!» «Ремор Третий, король Западного моря, хвостом бы поперек лег, но не пустил бы меня в такую рискованную вылазку. А теперь папа распространил звуковую волну королевского призыва, которая с каждой секундой становится сильнее. «Скоро я не смогу сопротивляться. Нужно быстрее выскочить на сушу». Похоже, он все узнал. Стремительней акулы пронеслась по мелководью и выбросилась на берег с волной, больно ободрав живот и руки. «Ай!» С досадой посмотрела на алые полосы на коже от острых ракушек, что спрятались в песке, и открыла ладонь. Кулон засверкал, будто поглотил в себя солнечные лучи, и теперь чванливо ими хвастался. «Стихийница!» Ненависть пропитала слово, будто чернила осьминога чешую, въелась в каждый звук. «Это кто ж так не взлюбил мой рот?» Я подняла голову вверх и увидела того самого неуязвимого брюнета Арчи. Черная маска закрывала правую половину лица до середины щеки, поэтому не скрывала, как брезгливо изогнулись уголки рта молодого мужчины. Наши глаза встретились, мои зеленые, как яркие рыбки Гоа, и его загадочно карие. На секунду Арчи застыл, будто на него наслали заклятие стазиса, разглядывая мое лицо. Опасно. Как бы не запомнил, как бы не узнал. Я чувствовала себя странно беспомощной, лежа на животе на песке и болтая хвостом. История магов разума и тела, и магов стихий оставила глубокие борозды в сердцах наших предков. Но молодое поколение уже совершенно по-другому смотрит на положение дел. Так почему же он до сих пор так яростно ненавидит нас? Ох, и трудно мне придется. А ведь брюнет – один из возможных хозяев артефакта. И только я открыла рот, как взгляд молодого мужчины в маске обжег мои губы интересом. Какая напрасная трата красоты. Неожиданно подвел итог адепт мам моему виду. Если бы ты была русалом, я не оставил бы от тебя мокрого места. Мокрого места? Почему? Я перевернулась и села. Прошли времена бойни между нашими родами. Наоборот, теперь маги разума и тела стремились примириться со стихийниками. А мы как раз не шли на контакт, потому что плотно обосновались в своих мерках. Маги воды ушли в моря и океаны и стали русалами. Маги огня в огненную бездну и обрели обличие демонов. Маги воздуха обзавелись крыльями. А маги земли ушли в леса и стали друидами, дриадами и оборотнями. Быстро же вы забыли, что натворили. Парень, хмурясь, смотрел на мой хвост. Да, когда-то давно все мы жили в человеческом виде на суше, пока наши предки не решили захватить власть. Тогда и разразилась великая битва, что заставила объединиться магов тела и разума. За что вы нас почти и истребили? Согнали в моря, леса, небо и землю. А теперь за голову схватились, потому что природа взбесилась. Не постояла я за словом. В ходе тяжелых сражений огромное количество магов стихий были убиты. Выжившие бежали ближе к родной силе и долгие годы восстанавливали силу и численность. В это время на земле наступил дисбаланс сил. Небо заволокло тучами, а солнечные лучи пробивались только над морями и океанами, лесами и болотами, горами и огненной бездной. Там, где не ступала теперь нога мага разума или тела. Природа любила гармонию и по-своему отомстила каждому из нас, показывая, что мы все должны одуматься. А вы и рады этому. Моря заливают сушу все больше, леса наступают, бездна все чаще открывается в самом сердце наших королевств и выпускает чудищ. И это вы исправились? Не смеши! Как были отбросами, так и остались. Арчи дотронулся до маски, но тут же убрал руку, будто обжегся, осекся, выдал лишнее. Глава вторая Последние годы только и обсуждалось, как бы привлечь стихийников обратно в человеческие земли и вернуть природный мир и баланс сил в норму, но мы не спешили. Я сильно удивилась острой реакции Арчи. Теперь стали понятны его подозрительные взгляды на меня, когда ректор Мам выражал благодарность за спасение адептов и вызвал меня на приватный разговор. Значит, зуб точит на стихийников, так? Ну, ничего, я тоже точу. Только больше на артефакт. Если он у него, придется попотеть, но от того интересней. Нам тоже достается от природы. Не вы одни страдаете. Защищалась я. Сидеть на песке, когда мужчина вдвое больше нависает над тобой, то еще удовольствие от диалога, но с хвостом не встанешь напротив. Вы страдаете? Ни на мгновение не поверил брюнет. Вранье! В морях появляются сонные впадины, в лесах вспыхивают пожары, бездну заливают проливными дождями. Довела до сведения Арчи я. Даже крылатых магов воздуха и их дома сдувают с летающих островов. Все хотят мира. Все, кроме тебя. Уже как несколько лет все пришли к выводу, что худой мир лучше доброй войны, и пытались нащупать точки соприкосновения. За открытое проявление агрессии с любой стороны строго наказывали, а магов стихий, что покидали свою среду и переходили в человеческое королевство, щедро вознаграждали и поддерживали. Вот только никто не спешил туда, к людям. Еще бы! Хвосты и крылья, рога и когти. Все это так легко не отбросить. Я слишком хорошо знаю стихийников. Вы все внутри черные. Неожиданно брюнет схватил меня за хвост и поволок к морю без особого труда, будто я была не тяжелее веточки. У кромки воды нахал остановился, оценивающе посмотрел, будто прикидывал, запульнуть меня в море с размаху или не стоит, а потом наклонился ко мне. А! Я вскрикнула от резкого движения, не знаю, чего ожидать. Волна послушно поддалась моему страху и окатила нас головой, из-за чего Арчи промок до нитки и зло на меня посмотрел. Ты меня испугал! Оправдалась я, глядя на прозрачные капли, что падали с его челки, мне на грудь, закрытую полоской алой ткани. Он тоже проследил за жидкими бриллиантами моря, после чего тут же отвел взгляд в сторону и сгреб меня на руки, поднялся и сказал сквозь зубы, скажи спасибо, что такая красивая, жалко портить. И внезапно швырнул меня в море так, что я пролетела несколько ри в воздухе и ушла под воду с головой на приличном расстоянии от этого невозможного ненавистника стихийников. Вынырнула, отплевываясь и откашливаясь, и с возмущением посмотрела на молодого мага тела. А это был именно он. Магия в нем делала брюнета невероятно сильным, можно было даже в досье не залезать, и так видно. Никогда больше не приплывай сюда, иначе я за себя не отвечаю. Крикнул с берега Арчи, глядя на меня так, что щеки запылали возмущением и смущением одновременно. Волны бились о щиколотке молодого мужчины, штаны он подвернул, обнажая крепкие икры, и выглядел как герой одного из романов о магах суши, которыми так зачитывалась Милли. Мокрая, темно-синяя форменная рубашка очертила мускулы, которые просто молили запечатлеть их на страницах. Поверьте, я видела те картинки один в один. Ну и тяжело же мне придется. Я сделала рукой круг, потом резко сжала ее в кулак и рванула на себя. Задавака взмахнул руками и ушел рывком под воду, затягиваемый на глубину водным лассо. Я провела молодому мужчине увлекательную экскурсию по дну мелководья, после чего отпустила. Арчи вынырнул, жадно хватая ртом воздух, а потом посмотрел на меня, словно сошедший с ума демон бездны. Огонь ярости его глаз плясал танец моей безвременной кончины. Руки гневно сжимались в кулаки над водой. «Русалка!» — позвал он с видом потрошителя рыбы. «Плыви сюда, красавица!» Я послала ему в подарок прощальную волну, а сама нырнула, молясь, чтобы призыв отца не вынудил плыть на глубину. Я успею добраться до волуна, где можно переждать бурю. Я смогу. «Лея!» Море тянуло в свою сердцевину, стоило мне погрузиться и поплыть. «Доплыву!» «Доберусь!» «Еще чуть-чуть!» Царапая ногтями камни, я чудом взобралась на валун на мелководье и прижалась к нему спиной. Камень причудливой формы надежно скрывал меня от любопытных глаз на берегу, будто созданный для тайного убежища, словно каменное кресло, развернутое к морю. Сердце колотилось то ли от испуга, то ли из-за одного не в меру сильного адепта. Фух, еле хвост унесла. Выдохнула с облегчением и закинула голову вверх. По коже холодным ветерком прокатился страх быть пойманной и ушел вместе с волной. Выбралась, а это главное. Не зря столько времени тренировала силу духа. И пусть отец потом меня за хвост оттаскивает, но я сделаю все, что смогу ради мамы. И даже больше. Черные тучи собирались над академией за моей спиной, а впереди над морем раскинулась небесная синева. Дождь застучал по песку, усиливая глухую дробь с каждым мгновением, а море оставалось безмятежно нетронутым. Красота! Природа на моей стороне! Губы растянулись в довольной улыбке. И ломать голову не надо, кто кого пересидит. Я Арчи или Арчи меня? Я даже придумала пару оправданий своему длительному отсутствию для остальных, если брюнет окажется не в меру упрямым. Все-таки удача на стороне стихийников. Еще бы эта самая удача помогла бы мне при разговоре с руководством академии, который мне предстоял. А то нервно. Все-таки там маги куда как сильнее адептов. Вдруг раскроют магию морской колдуньи так же легко, как вскрывают раковины моллюсков. Осторожно выглянула из-за камня и увидела темный силуэт, который быстро взбегал по ступеням к академии. Отлично! Последний рывок до камня с полотенцем и вперед! На ковер администрации. А то заждались своего героя. Уговор есть уговор. Как только смоется песок сражения в водосток общественного душа академии, я должна явиться перед светлой очи главного. Хватит пасовать. Мне после боя чудом удалось выиграть время, чтобы успокоиться. Не так-то легко все оказалось, как думалось. И Кронос внезапно вышел из себя. И ведьма подкинула сюрприз. И этот Арчи чуть все не испортил. Как ни странно, в этот момент выручил кулон. Он просто всосал все мои переживания в себя. Хоть какая-то польза. Может, все не так плохо, и я зря ругала ведьму. Когда морское чудовище засосало в водоворот, а потом утянуло течением на глубину с помощью моей магии, я ждала почестей, а получила град вопросов. Кто ты? Откуда? Что делаешь в прибрежной зоне академии? Как сюда попал? Вокруг меня собралась толпа клюющих любопытством, словно стая чая клювами. Но главное, что беспокоило всех, включая профессора, это откуда у человека сила стихийника. На меня смотрели, как на вымершее животное. Особенно неподоброму смотрел Арчи Рейв, будто хотел убить взглядом. Как вспомню, так вздрогну. Взгляд блондина? Разве лучше? Я читала про таких, как он, в королевской библиотеке. Эмпат, для которого чувство любого существа, как на ладони. И этот парень смотрел на меня неотрывно, морщась, с мимикой, недоверенно лице. Неужели что-то заподозрил? Мне это еще предстоит узнать. Успевает ли он засекать мои чувства перед тем, как они перейдут в кулон? Или его смущает что-то другое? Я ничего не помню. Выдавила я из себя тогда грубую заготовку истории, держась за виски. Я очнулся уже на берегу. И услышала, как оба и брюнет и блондин недоверчиво фыркнули. Совсем ничего, уточнил тогда мужчина, что представился профессором боевых практик, Вильдором Скутом. Его всего будто разрывали сомнения. Взгляд метался между мной, адептами и академией. Это важно. Ничего не скрывай. Мы тебе поможем. В ходе сражения я заметила, что профессор был магом разума и обладал силой телекинеза. Вот только воде это было практически бесполезно. Он не мог справиться с такой громилой, как Кронос, в родной для чудища стихии. Арчи пнул камень и пошел прочь размашистой походкой, сунув руки в карман и брюк. Похоже, демонстративно выражал благодарность за спасение. Это теперь-то я знаю, что он ненавидит магов стихий, а тогда я и подумать не могла, что с ним такое. Впрочем, кто мне обещал, что будет легко? Ведьма, хоть и заливалась певчей птицей, что я тут же получу почет и славу в облике двуногого мага воды, я не верила ей. И не зря, потому что в ответ на легенду о потере памяти я получила огромную порцию подозрительных взглядов. После Вильдор Скут решил к ректору быстрее. И только доводы рассудка и песок в одном месте даже у достопочтенного профессора призвали к разуму. Ну и моя пара слов. Позвольте привести себя в порядок. Ладно, не пара слов, но это мелочи. Особенно по сравнению с тем, что эмпат внезапно обхватил мое запястье и заглянул в глаза. У меня тогда сердце в пятки ушло. Но кулон молодчинка настоящий защитник чувств молодых дев тут же трудолюбиво отправил все эмоции ведьме. Кажется, каждый раз это происходило все быстрее и быстрее. Скоро я совсем не буду чувствовать даже легких отголосков собственных эмоций. Что он делает? Не верю своим глазам. Крит не только на него пялился, но теперь еще и трогает, шептались вокруг нас тогда. Прощупывает, наверное, предполагали другие. Что самое интересное, все замерли в ожидании вердикта блондина, даже профессор. Голубые глаза были похожи на загадочные впадины в сердце Западного моря. Когда я смотрела туда, казалось, что опасность дышит в спину, и я вот-вот сорвусь вниз и спущусь в неизвестность, откуда еще никто не возвращался. Как тебя зовут? Спросил парень. Лея, лей, чуть не сбилась я от такого пристального внимания. Неожиданно резко, так же, как и схватил, эмпат отпустил мою руку и отошел. А зно потери прошел по коже, словно я упустила что-то важное, когда мы прекратили зрительный контакт. Что это? Пречувствие? Магия магов разума? Подсказка интуиции или просто смятение чувств? Ничего не разберу. Опять кулон постарался. Что скажешь, Крит? Ему можно доверять? Профессор, судя по всему, относился к блондину с большим уважением и доверял его мнению. Ничего не чувствую, недовольно признался Крит, отворачиваясь, будто не желая видеть вытянутые от удивления лица окружающих. Конечно, он и без того всех чувствовал, всех, кроме меня. Тогда импат не ушел, хотя носки его ботинок и смотрели в сторону Академии. Крида будто тянула магнитом посмотреть еще раз на меня, словно не верил себе. Ха! Не в жизни не догадаешься, парень, что дело не в тебе, не во мне, а в магии морской ведьмы. Тогда даже в душе мне казалось, что пристальный взгляд блондина преследует меня, поэтому я так быстро избежала, заметив промашку с достоинством. Крит бы точно такое из виду не упустил. Ладно, что-то я задумалась, пора. Я осторожно погрузилась в воду и поняла, что призыв отца окончен. Ура! Вот полотенце, вот кулон. Ну что, мужской облик, проявись! Я надела цепочку с камнем на шею и украшение тут же стало невидимо, будто ушло под кожу. Я даже дотронулась до звеньев, чтобы убедиться, что это не так, а то мало ли что еще ведьма учудит. «Морской бог!» воскликнула я, когда стянула хвост. Дишая наколдовала все как надо, не подумайте, я просто не ожидала такого. Задумалась. Ох, и как же мне с этим жить? Он иллюзорный или как? Сама просила, вот тебе и наколдовали. Чувствуя неловкость, я быстро завязала полотенце на бедрах, стоя по щиколотку в воде и бросила любящий взгляд на море. Я скоро вернусь, не скучай. Стоило ступить на берег, как по голове застучали холодные капли дождя. Противно, хотя я и маг воды, но промозглость даже я не любила. Щелк! Один щелчок пальцами, и вот я уже иду под водным куполом, а прозрачные капли стекают по нему, оставляя меня сухой. Зря Арчи так не любит моего брата. Мы вон какие полезные. Лей! Ко мне с выпученными глазами бежал один из тех парней, что прятали горячительное в кустах. Вот чешуйку даю, точно перепрятали в другое место, боясь, что я сдам или сам доберусь до тайника. Да! Я, забавляясь, посмотрела на удивленное лицо адепта, который с открытым ртом пялился на мой водный зонт. Да! Тяжко им без магии стихий жилось. Даже такие вещи удивляют. Хотя меня тоже немало шокирует их магия разума и тела. Эмпатия, телекинез, колдовство, иллюзорная магия, целительство, чародейство. Все это представляло для меня огромный и неопознанный мир. Тебя ректор обыскался. Бегом к нему. Я сказал, что ты на берегу, но Арчи Рейв отчитался, что никого не нашел. Затараторил парень, боясь зайти под мой защитный купол. Арчи, опять этот брюнет. Похоже, сама судьба намекает мне проверить мистера неуязвимость в первую очередь. Я вошла в пустующее здание общественного душа и нашла свой шкафчик, в который положила чистую одежду. Открыла и с удивлением обнаружила ее целый. И что, даже не тронул никто? Подозрительно. Я, как душа, побывавшая ни в одной шумной компании, знала, как не любят вот таких талантливых выскочек новеньких и ожидала козни с первых секунд. Тем более, коллектив мужской, агрессивный, значит, и чувство соперничества высоко. Надев форму, я поняла, что адептам даже не требовалось ничего делать, чтобы поставить меня в неловкое положение или как-то подставить перед ректором. Да я в этой форме, будто снятый с великана, уже представляла собой то еще посмешище. Ты старался, приободрила я унылый черный ремень, который не спас ситуации. Хотя бы держи штаны на мне, пусть и на талии, а не на бедрах. Рубашка болталась на теле, будто медуза на палке, а стильные ботинки были на несколько размеров больше. И в таком виде я должна буду говорить с ректором? Неприятно, конечно, но терпимо. Главное сделать вид побезразличней и физиономию поуверенней. Надеюсь, магия преображения кулона справится. И тут я провела по шее, где еще недавно чувствовала выпирающий кадык и не заметила отличительного адамова яблока. Упс, вот эта неприятность. Зеркало успокоило. Внешне все в порядке, а вот на ощупь у меня большие проблемы. Морская склерозница, какие еще сюрпризы меня ждут? Одно наколдовало, другого лишило. А случайно ничего лишнего еще не приделало? Огляделась по сторонам, убедилась, что до сих пор одна и подняла руки к груди. Бездна! Я отчетливо чувствовала мягкие полушария под форменной рубашкой. Вот это попадос! Диша добавляла мне проблем, как приправы в пикантное блюдо, щедрой рукой. Я даже догадываюсь, почему. Чтобы насладиться самой яркой гаммой моих эмоций. тоже мне демюр к моей жизни. Вот заполучу кулон и обязательно отплачу ей той же монетой. Скучает черная ведьма? Так я не дам. Не зря я королевского рода. У меня тоже есть сюрпризы в загашнике. Лей, быстрее! В дверь заглянул тот самый бутылка прят и удивленно захлопал глазами, когда я резко, будто ошпарившись, убрала руки от груди. Тогда парень с запинкой добавил. Там ректор рвет и мечет, а его лучше не злить. Пошли, я тебя провожу. Я торопливо вышла и зашагала вперед с самым независимым видом. Ну и подумаешь, что видок всем на смех. Главное чувство собственного достоинства. Расскажи мне про ректора, попросила я, направляясь к главному корпусу академии. Опасайся его, он страшный. Продолжал запугивать меня адепт с выпученными глазами. Как тебя зовут? Я поняла, что даже не знаю, как к нему обратиться. Фебос. Так вот, Фебос, а лучше расскажи-ка о том, какой силой обладает ректор. Ты что, никогда не слышал о нем? О великом ректоре мам? С каким-то пугающим придыханием удивился адепт. Я память потерял, хмуро добавила я. Но имя-то свое помнишь. Поймал меня парень. Сказал первое, что пришло в голову. Не безымянным же мне ходить. Я отвернулась, потому что испытывала чувство вины за вранье. Не привыкла я лгать, да еще так часто. Лучше уйти с этой зыбкой почвы и побыстрее. Так кто ректор? Вернулась я к животрепещущей теме. Какая у него сила? А то мне сейчас иметь с ним дело и лучше сразу узнать, что мне предстоит. Больше всего я боялась, что легенды о читающих мысли магов правда. Тогда мне точно крышка. Ректор Дриан Штор произнес с благоговением в голосе имя главного и посмотрел в окно третьего этажа академии, где виднелся темный силуэт мужчины. Бежим, он уже вне себя. Ты это отсюда видишь? Вот это зоркость! Восхитилась я, но скорость шага прибавила вслед за Фебосом. Мы влетели по ступеням и я чуть не упала. Не привыкла управлять двумя ногами вместо хвоста. Одно дело рассекать море, другое воздух. От падения меня спасло только то, что кто-то поймал за локоть. Спасибо! Я оглянулась и встретилась взглядом с голубыми глазами эмпата. И сглотнула. Видимо, так что даже пристальный взгляд блондина спустился на шею. Мой кадык, надеюсь, ты на месте? Ну, правда, не подводи хотя бы в первый, самый ответственный день. Фебос еще больше выпучил глаза и застыл, словно привидение увидел. Несколько долгих секунд, что Крит держал меня под локоть, заставили бы меня непременно посидеть, если б я уже не была перламутровой блондинкой. Страх прошел сквозь кончики пальцев, но тут же вернулось спокойствие. Кулон все тотчас всосал в себя. Полезная штука, прям антидот от эмпатов. А потом так же неожиданно как появился, блондин ушел, ни слова не сказав, вот только от его вида так и веяло сомнениями. Вот это да! выдавил Фебос пораженно. Ты о чем? Мой голос совсем осип, хотя внутри я чувствовала просто невероятное спокойствие, и тем страшнее это было. Такое раздвоение реакции тела и души. Крит, он сегодня сам не свой, уже второй раз тебя трогает и в глаза смотрит, а торопело пояснил адепт. А что обычно в глаза не смотрит? Тогда куда? Мимо, сквозь, будто тебя не существует. Терпеть не может прикосновения, от него профессора всех соседей по парте отсадили, даже локтем не задень, звереет. Вот как? Значит, эмпат почувствовал во мне неладное, буду настороже. Игорь Негода